Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и я знаю, что кто-то из вас еще не подписан на мой канал. Вот прямо сейчас делайте это. Если вы подписаны, то поставьте лайк. А у меня в гостях Никита Петреев. Да, я Никита, и сегодня будем пробовать самые необычные соки вообще, которые вы 100% никто не пробовал никогда. Никита говорит, Макс, давай снимем у тебя соки, я привезу. Окей, говорю, я люблю подарки, я люблю пробовать то, что никогда раньше не пробовал, и сегодня у нас сок арбуз с томатом. арбузно-томатный, мангостин, гуава джуз и мандариновый, ребята. Как-то был у меня выпуск про апельсиновый сок, и я спрашивал, почему нет мандаринового, а почему нет. Есть? Вот и ответ. Как думаешь, будет отличаться мандарин от апельсинового сока, имею в виду? Ну, не факт. Было бы странно, если бы... А ты что так много льешь? Думаешь, мы будем... Четыре стакана такие просто жаркоть. Мне хватит, мне хватит. Пахнет свежей фантой. Свежей фантой, да. То есть, фанты это такой напиток. Это... Отличается очень... То есть, нотки фанты есть? Нет. Да, 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 да. Нотки фанты, да. Очень отчетливо про... Как сказать, прощупывается? Чувствуется, короче. На что-то прям похоже. Реально фанта без газа. Отвечаю. Когда она постояла с открытой крышкой... Ты чувствуешь мандарин? А ты? Я чувствую послевкусие мандариновое чуть-чуть, когда проглатываешь мандарин вместе с косточкой. Вот такой вот вкусик. Горчинка небольшая. То есть, ты все разжевал вот это, проглотил вот этот послевкусик, который у тебя происходит, происходит при употреблении этого сока. Я уверен, что там не 100% мандарин. А давай посмотрим. Это прям очень важно. Состав сок мандарин. Реально? Да. Ну да, состав сок мандарин. То есть, вообще ничего. 100% мандарин. Ну да. 100% мандаринный сок, что ты хотел. Но если он не портится, значит... Ну, в смысле не портится? Он испортится 5 октября. Ну, в смысле, год. Значит, ну там какие-то консерванты. Почему в этом не написано? Потому что, знаешь, что я думаю? То, что здесь это написано, но на тайвандском, малийском, тайвандском языке. А русские просто... Наклеили бумажку русской. И не перевели. А там... Хотя... Смотри. Вот это, я так понимаю, состав Гуава Джуис. Ага. И тут 100% сок, да. То есть, либо оба врут, либо никто. Почему он так... А, ладно. Окей. То есть, тут есть палпинки. Если подобно палки. Кстати, кстати, во, палки. Капец на палпе тоже похоже. То есть, негазированный лимонад. Потому что сок это... Для сока как-то слишком... Слишком водянисто. Все-таки. То есть... Но, на самом деле, мне нравится намного больше, чем апельсиновый сок. Прям в разы. Не хватает немножко кислинки. Ну да. То есть, тут сладость от фанты. Без газия. Ну так и мандарин он сам по себе такой. По вкусу. Он немного слаще, чем апельсин. В общем, очень странный вкус. Про этот вкус можно говорить бесконечно, но мы продолжаем. Да. Что следующее? А что у нас там стоит? А у нас есть арбуз и томат. Я, на самом деле, боюсь этого вкуса. Потому что арбуз я люблю, а томат не переношу. Запах вот просто страннющий. Что? Вот я про то же. То есть... Я даже не знаю, что это... Как это описать? Ну, кстати, выглядит как томатный сок. И я думаю, что все-таки арбуз отдельно не сделали, потому что он точно портится. Ну вот, ну не может не портить. Потому что, смотри, почему только вот где-то там, а не в России, и в Таиланде, есть такие соки. А в России, допустим, нет мандаринового сока. Хотя у нас на юге должны расти мандарины. Нету арбузового сока, хотя у нас в Астрахани куча арбузов всегда летом. И почему сок не делают? Потому что он портится. Значит, там что-то кидают. По-любасу. Но скрывают это от нас. Пробуем? Ну, реально очень странный запах томата с арбузом. Да, он все равно перебивает. Это логично, что эти запахи есть, но их совмещенность меня удивляет. Давай же пробовать. Кстати, вот перед тем, как, ребята, томатный сок оставляет, оставляет на... След на всем стакане, его можно раскрасить. А здесь... Так не выходит. Он съезжает вниз, и стакан будет чуть-чуть. Мой мозг просто такой, что ты пьешь, Никита? Очень водянистый. То есть, они с водой разбавляют миллион процентов. То есть, может быть, там 100% сок есть, естественно, но тут больше воды. Это реально нереально странный вкус. То есть, есть нотки томата, но это не томатный вкус. То есть, если вы пили какой-нибудь томатный сок, вы знаете, какой там вкус. Тут только вот какими-то вот парой рецепторов отдаёт. Ну, согласись, чувствуется и арбуз, и томат. Арбуз? Чувствуется сладость арбуза и нотки томата. То есть... Всё это вместе образует арбузно-томатный сок. Логично, логично. То есть, это очень логично, но это очень необычно. То есть, вот... Вообще капец просто. Я, на самом деле, немножко огорчён, то, что я сейчас не могу дать попробовать, кому-то... Надеемся, то, что те, кто смотрит нас на 10 лет, то есть, где-то в 2027, у вас уже появилась такая функция в Ютьюбе, и вы сможете это попробовать. А знаешь, что я подумал? Что? Что я же могу периодически в выпуске приглашать зрителей. Это реально круто. То есть, кому-то повезёт прийти сюда и попробовать то, что никто практически раньше не пробовал. Если наберётся за сегодня 5000 подписчиков на моём канале и 5000 на Никиткином, по ссылочке в описании... Эта идея реализуется? Эта идея реализуется, потому что мне это интересно. Что мы будем пробовать дальше? Либо мангостин, либо гуала? Меня уже ничего, мне кажется, не удивит после... Мне кажется, они будут такие, более-менее нормальные, потому что самый странный это вот этот был. Это такой уже лимончик. Цвет ананаса. Анан... Ну нет, он больше зелёный. Ну и давай, это твой. А вот есть такого цвета ещё сок? То есть, ананасовый, он жёлтый, яблочный, он сами понимаете, какого цвета. Это... Ой. Ох! Пахнет как этим самым алоэ. Алоэ, ты помнишь, да? Алоэ. Столетником. Ну, кстати... Да, очень-очень такой вкус, не очень приятный. Реально вот всё как лимонад выдавшийся. То есть, вот что у мандаринового, что у гуавного вот есть... А, у гуавного, хорошо сказал. Гуавного. Гуавного сока? Смотрите, это не яблоко ли случайно? Нет, это как раз-таки гуава есть. А, гуава, окей, всё, просто похоже. Ну, блин. Реально мой рецептор мозга, он офигевает, потому что... Не знаю, с чем сравнить это вообще. Вкус гуавы. Я так понимаю, что это он... Ну... Жесть. Весь вывоз просто мозг взрывается, потому что эти вкусы ты никогда раньше не пробовал. Либо вместе, либо вот в этой консистенции. И ты понимаешь, что... Эррор. Аларм. Капец просто. Необычность. Ну, это вкусненько. Вкусненько, да. Это, кстати, вот самый кислый из всех пока что есть. И такой... Кислота освежающая. Так, остался последний со вкусом мангостина. Я... Ты хоть не пробовал мангостин? Хотя... Не, не пробовал. А может и пробовал. Не, вряд ли. Я так понимаю, будет сок розовый. Почему-то бананом пахнет. Почему-то бананом пахнет. Розовый. Он похож по цвету на грейпфрутовый. Но по вкусу 100% не грейпфрутовый. Но я так понимаю, что он более сладкий. Ого. Опять запах какой-то странный. Согласись? Как очень спелый сладкий банан. Да-да-да. Или даже банановая жвачка. То есть тут какой-то вкус такой, запах. Пробуешь? Пробаю. Вкус совершенно другой. То есть тут вообще просто мозг взрывается, потому что вкус от запаха отличаются на миллион продуктов. Нюхаешь одно, пробуешь другое. Что просить? То есть тут опять же очень много воды. То есть видимо для цвета, для запаха есть сок мангастан. Мне кажется и сахар есть в каждом из этих. Потому что не может быть настолько прям в меру сладко. Хотя опять написано 100%. Да, написано везде 100%. А, нет, смотри. Что-что-что? Сок мангастан, сок гранат, сок красный виноград. Хм. Тогда. Так, здесь 100%, а здесь. То здесь, кстати, еще чуть-чуть апельсина написано. А там? Рабудный сок и сок из томатной пасты. А, ты по-русски читаешь, я по-русски переводи. Нет, здесь сок мандарин, здесь прямой отжим гуавы. И как бы без добавления сахара, консервантов и красителей. То есть здесь прям уточнили. Там что? Там. А, то, что ты сказал. Там гранат, виноград и так далее. В общем, ребят, все четыре сока прям реально взрывают мозг. Взрыв. Вот серьезно. Я много перепробовал за эти месяцы моего фудблогинга. Но это настолько удивительно. И прям все в одном выпуске. Ребятушки, это, кстати, еще не все. Это по-любому заслуживает лайк. Лайк. И это еще не все. На канале Никиты мы возьмем другие соки, тоже удивительные. И попробуем у него. Поэтому вот его видео. Ссылка на мой канал. Мое прошлое видео. Видео на мой канал. И по ссылке в описании все ссылочки. Переходите. Вы очень крутые. Лучше всех. Лучше всех. Макс Бранд. Кипитре. Всем пока. Пока.